Власти Свердловской области не будут останавливать строительство храма в сквере в центре Екатеринбурга, заявил вице-губернатор Сергей Бедонько. По его словам, стройка законная, русская медная компания оформила все документы и получила разрешение на строительство. Чиновник подчеркнул, что большинство горожан поддержали проект возведения храма. Однако накануне вечером на месте стройки прошла стихийная акция протестов, которые по разным оценкам участвовали от нескольких сотен до двух тысяч человек. На защиту площадки вышли бойцы Академии единоборств русской медной компании, которая оттеснили протестующих. Полиция практически не вмешалась в происходящее, хотя применялись в том числе и газовые баллончики, рассказала корреспондент интернет-газеты знакомый в Екатеринбурге Ольга Балюк. Никаких реальных общественных обсуждений этой площадки не проводилось. Есть люди, которые поддерживают строительство этого храма, но многие против. По соцопросам примерно 30% за, 30% против, остальные воздерживаются. Акция произошла из-за того, что ночью с воскресенья на понедельник вокруг сквера был установлен забор. Жители этого просто не ожидали. По соцсетям разошлись призывы выйти на прогулку. Сначала акция была простой и мирной, они водили хороводы вокруг забора. Закончилось все тем, что забор снесли, а потом приехали спортсмены, поддерживающие подрядчика, и вытеснили людей в довольно грубой форме из периметра и восстановили забор. Были газовые баллончики, то есть у каких-то отдельных участников, причем непонятно у каких. Конкретно наш корреспондент, знакомый, попал под один из баллончиков, который был распылен одним из спортсменов. Ольга Балюк, после этого губернатор Евгений Куйвышев предложил всем мирно обсудить его резиденции строительство храма, но переговоры закончились ничем, говорит местный житель Расул Гуляев. Закончились переговоры у губернатора между сторонниками и противниками строительства храма. Как я понял, и те, и те стоят на своем, те говорят, что все, никаких переговоров, мы 100% храм построим на этом месте и где больше. Ну, не хотят, потому что, во-первых, стоят влиятельные люди с деньгами, которым нужна именно эта точка, чтобы в центре видно было. Но в второй стороне, получается, тоже тебе нечем. Расул Гуляев на проект оценивается в 3,5 миллиарда рублей, реализуется на внебюджетные средства. Ранее сообщалось, что храм в сквере у театра «Драма» построит на свои деньги. А русская медная компания и уральская горно-металлургическая компания, именно они выиграли тендер на покупку земли из сквера в апреле. У проекта храма Святой Екатерины непростая судьба, место ему не могут найти давно, те, что предполагались до на сих пор встречали недовольство горожан, считает депутат городской думы Константин Киселев. У нас хотели уже давно построить храм в центре пруда, храм Святой Екатерины. Но каждый раз они выбирали очень неудачное место. Один раз они хотели занять акваторию пруда, другой раз место, где уже стоит часовня, где стоит фонтан, каменный цветок. То есть место для людей очень значимо. Сейчас они решили построить, опять-таки, на берегу Исети, в центре города, на месте сквера, огромнейший-огромнейший храм, причем вторичной архитектуры, которая никакой оригинальностью тоже не обладает. И люди уже который раз выходят защищать сквер. Большинство людей не выступают против храма. Люди выступают за сквер и против дута вкуса, которая разрушает город, разрушает эстетику, если хотите, разрушает мораль. Константин Киселев. Активисты уже окрестили стройку храм на драме, ведь если он все-таки будет построен, то у драматического театра. К тому же, для того, чтобы его возвести, потребуется вырубка десятков деревьев в сквере, хотя застройщик обещает высадить втрое больше. РПЦ обвинила противников храма в Екатеринбурге в попытке раскола общества. Амидов за меж тем сообщает, что в Екатеринбурге началась новая акция против строительства храма. По их оценкам, в ней принимают участие до 2000 человек, собравшиеся якобы уже дважды попытались повалить забор окружающей места стройки, но не сумели этого сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok